Здравствуйте! Меня зовут Элина. Сегодня я приготовлю королевскую ватрушку. Подобную ватрушку я уже готовила. Она была с малиной и творог я использовала мягкий, запаянный в колбаску. В этот раз творог будет вот такой. Он неоднородный и с крупинками. А вместо малины я возьму вот такой покупанный мармелад, лимонные и апельсиновые дольки. Для теста понадобится сливочное масло или маргарин. Я взяла пополам. Все должно быть холодным. Муку беру пшеничную высшего сорта. Просеивать ее не нужно. В миску всыпаю муку, отправляю туда масло и с помощью крупной терки буду готовить крошку. Масло периодически окунаю в муку и натираю на терке. В прошлый раз я показывала, как масло с мукой я рубила ножом. Но так тоже можно. Теперь тертое масло перетираю с мукой ладонями до образования рассыпчатой крошки. Обратите внимание, какая крошка получилась на этот раз. При сжатии она не распадается. Это значит здесь явный недостаток муки. Хотя я ровно столько же взяла, как и в прошлый раз. Но мука муке рознь. Поэтому добавляю еще столовую ложку муки. И опять перетираю. В конечном итоге крошка должна получиться вот такой, распадающейся после сжатия. Я добавила 3 столовых ложки муки дополнительно. У вас может получиться и другое количество. Зависит от вашей муки. Следите за состоянием крошки. Теперь в крошку добавляю сахар, щепотку соли и разрыхлитель теста. Все тщательно перемешиваю. Творог перекладываю в миску побольше. Здесь у меня пополам 9% и 5% творог. К творогу добавляю яйца крупные нулевой категории и сахарный песок. И с помощью погружного блендера превращу в однородную массу. Это начинка. Масса получается довольно жидкой. Она однородная, хотя некоторое количество крупинок творога в ней присутствует. Но это не имеет значения. Выпекать пирог я буду в разъемной форме диаметром 24 см. Ее дно и борта смазываю растительным маслом без запаха. Можно также использовать сливочное масло или маргарин. Примерно 1 третью часть крошки от общего количества я откладываю для формирования верха пирога. А оставшуюся высыпаю в форму. Равномерно распределяю ее по форме. И формирую бортики. Пальцами надавливаю, прижимаю ее к бортам формы. Крошка посередине остается рассыпчатой. Начинку выливаю на крошку. Распределяю ее поравномернее. И раскладываю мармелад. Сверху засыпаю отложенной крошкой. Тоже по возможности распределяю ее поравномернее. Духовку я заранее разогрела до 170 градусов и отправляю туда форму на режим верх-низ. Королевская ватрушка выпекалась 1 час. Как видите, верх ее немного потрескался, но это нормально. И посмотрите, какой жидкий стал мармелад. Но сейчас он полностью остынет и стабилизируется. Из формы пирог не достаю, а даю ему остыть прямо в форме. Пирог полностью остыл и от формы я его освободила. Давайте теперь посмотрим, каков же он на разрезе. Как видите, пирог отлично пропекся со всех сторон. Творожная начинка плотная и стабильная, а мармелад приобрел желеобразную форму. Давайте попробую, как же на вкус. Вилкой отламывается очень легко. Видите, донышко тоже хорошо подрумянилось. Маслянистая крошка превратилась в песочное тесто, которое по структуре совершенно не сухое, а очень нежное. Вот, посмотрите. Оно не крошится, форму держит. Во вкусе этой королевской ватрушки ярче всего проявляются цитрусовые нотки, которые обеспечил мармелад. Точное количество продуктов я, как всегда, оставлю в описании под видео. При указанном количестве сахара ватрушка получается в меру сладкой. А если вам понравился этот простой в приготовлении, но очень вкусный пирог королевская ватрушка с мармеладом, то оставайтесь на моем канале, и вы найдете еще много простых рецептов вкусных блюд. Продолжение следует...